Побожьте отойти Субтитры создавал DimaTorzok Возникает вопрос, почему не входит к Господню в мире? Он имеет свой трансцензентный релик. Что нужно для его появления? Возникает вопрос, почему не входит к Господню в мире? Возникает вопрос, почему не входит к Господню в мире? Возникает вопрос, почему не входит к Господню в мире? Возникает вопрос, почему не входит к Господню в мире? Возникает вопрос, почему не входит к Господню в мире? Возникает вопрос, почему не входит к Господню в мире? Возникает вопрос, потому что также известно, что Господь говорит, что я прихожу уничтожить демонов и возродить дарму. Это нужно понимать, что Господь приходит исключительно ради того, чтобы подарить милость у своих преданных. Но анусангик, побочным действиям происходит так, что он уничтожает демонов и возрождает дарму. Когда демоны беспокоят преданных Господа, Господь уничтожает демонов и тем самым благодетельствует все человечество, которое уже будет жить без этих демонов. Если поступила зима и на кухне очень холодно, в Индии... Повар идет на кухню, чтобы приготовить обед. Но когда он разводит огонь, то так происходит, что начинает нагреваться кухня. То есть его истинным намерением было приготовить еды на кухне. Но так произошло, что побочное действие это, что на кухне стало теплее. Можно привести еще один пример. Расик Вайшнавы собирается вместе, чтобы прославить Господа и вкусить экстаз, радости, улаз, испытать. И Вайшнавы приглашают на этот праздник каких-то музыкантов, каких-то актеров, чтобы те поставили спектакль. Так что, в этом фестивале, они являлись объектом, чтобы благословить Господа. И испытали премию кухня. Это было выполнено. Но, по-моему, музыканты, которые пришли, которые не понимали ничего, не понимали. То есть главная цель этого праздника, чтобы у Вайшнав была возможность прославить Иштадева и вкусить прям лас. То есть вкусить радость прямо к Господу. Но так как эти музыканты там тоже оказались, то эти музыканты получают благо от того, что они слышат кертан, катху и видят эти всадку. То есть это побочный эффект. Так что, в таком случае, причина для появления Суприм-Лорд-Суприм-Лорд-Суприм-Лорд это дать благословение и благословение своих демонов. И, наконец-то, демоны могут убить и дарвать их. И так происходит, что, по почным действиям Его прихода, Он убивает демонов и восстанавливает дарву. И так происходит, что в прошлом году он возбуждает дарву, что если Суприм-Лорд приходит емуróшать рекопы, то есть может быть даже не есть видение в Суприм-Лорд-Суприм-Лорд, что он должен должен делать это. Или что если он дарву, то есть что в глине будет его желать. Он должен должен быть именем, если он должен их попасть. Но кто-то может подумать, что если Господь приходит с такой целью, порадовать своих преданных, то может он какой-то неполноценный сам, и преданные у него какие-то тоже неполноценные, потому что в этом мире мы действуем исключительно ради каких-то желаний. Посыл к действию — это всегда желание, значит, он что-то хочет, и если он что-то хочет, значит, он не удовлетворен и несовершенен. И они что-то хотят, значит, тоже с ними что-то не так. И при этом он повинен в пристрастии, потому что, если он приходит порадовать преданных, а не других, то иначе он пристрастен. Можно сказать, да, человек иногда поступает, или чаще всего мы поступаем ради каких-то исполнения своих целей и желаний, но иногда человек просто действует из-за перезбытка хороших чувств. Он говорит, что ему хорошо, и он что-то делает, не потому что ему что-то надо, а просто вот так ему чудесно, что хочется что-то еще сделать. Мадвачария приводит пример танца пьяного человека, пьяницы, который как напился, что от радости стал танцевать. Этот человек был в лесу, ушел в лес сам по себе. И напивший сам алкоголь, и он стал танцевать. Танцевал он не ради кого-то, потому что кроме него никого в лесу не было. Просто было очень хорошо, так у него на душе он решил сплясать. И Господь тоже от переизбытка радостных чувств и чувств любви, он действует. Потому что он как рок из обилия радостных эмоций и любви. И в нем нет никаких изъянов и недостаточности, и в его преданных нет никакой недостаточности. И в чем доказательство этого? Если человек сам неполноценен, чувствует что-то, ну что-то ему не хватает, он не сможет действовать исключительно ради любви к другим, потому что все равно у него будет желание что-то для себя в этом получить в процессе. Мат-бактанам-бинал-дартам, Supreme Lord, acts to give pleasure to His devotees, and the devotees exclusively, аня-билаш-таш-шо-ям-будья-ракана-принави-трамутанам-були-яну-крашнам-нашля-парху-путаман, they act exclusively to give pleasure to their Lord. So to act out of love for someone else has the precondition of Atmarama to self-satisfaction, because only one who is already Atmarama, self-satisfied, can act with a purely loving motive for another person. А необходимая квалификация для бескорыстности — это Atmarama, то самодостаточность, самоудовлетворенность, потому что только тот, кто уже полностью самоудовлетворен, может с радостью действовать исключительно ради блага других, и без своих целей. Преема содержит в себе Atmarama. И мы готовы признать мнение других, что Господь пристрастен, что Он благоволит своим преданным, потому что если бы Он неблаговолил тем, кто пожертвовал ради Него всем, и живет исключительно ради Него, то Господь был бы повинен в качестве акрит-тагеты, неблагодарности. So the Supreme Lord can kill the devotees only by willigates. He doesn't have to... Demons. Demons, sorry, he can kill the demons. Only by willigates. He doesn't have to take so many forms and struggle and fight and do different pastimes. So he's doing all this for the pleasure of the devourgant. Господь просто мыслю мог убить всех демонов и пожелать, чтобы их и не было, но Господь лично участвует в этих поединках, в этой драме, чтобы радовать своих преданных и как покровительствовать им, чтобы они чувствовали, что Он лично проявляет интерес к Ним. Once Uda вошел по дворцу Кришны в Двараке. И увидел одну красивую царицу, которая шла ему навстречу. И он почувствовал влечение к этой царице. Нарада Удов, you said Uda, Господи, it was Narada. Простите, это не Уда вошел, а Нарада, Муни шел. А поди Нарады, подумай, Боже, как я могу чувствовать влечение к этой царице? Это не возможно, как это там. And then when he got closer, and he realized, actually, Кришна was disguised as one queen. Но когда он приблизился, он увидел, что это не женщина. Это Кришна переоделся в женскую одежду. И крался там по дворцу, подслушивал все там, подстанавливал, что там домочадцы говорят, и слуги. So, sometimes, the Christian self, here, changes his appearance, or becomes disguised as a female. То есть, кришна иногда, чтобы порадовать и развлечь своих преданных, переодевается в женскую одежду, и так ведет себя. So, now we'll hear about the incarnation of Mahini Murti. So, actually, Supreme Lord can cheat the demons and give the armature to the demigods, without taking the female form and doing this lila. So, that he has done it, was actually to reciprocate and give happiness to some great devotees who were there among the demigods. The metrophysical truth behind all the principles that we have discussed is that the Supreme Lord is the embodiment of the bishop to suffer. And being completely transcendental and completely pure, he does not interact with his external energy. Он безупречно чист и transcendentен. Он вне влияния материальной энергии, поэтому он никогда не вступает в контакт, не взаимодействует со своим материальной энергией. То есть, Господь сам не соприкасается со своей материальной энергией, но его сварупа шакти живет в сердцах его преданных в форме бхакти. То есть, Господь только говорит на языке сварупа шакти, это все, что ему ведомо, он не может общаться с материей. И поэтому, так как в сердцах его чистых преданных в сердцах его чистых преданных живет в форме их бхавы и их возвышенных эмоций, то Господь приходит сюда и общается с ними, потому что только они могут быть на одном уровне с ним, чтобы слышать его и видеть и взаимодействовать с ним. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Мы тебе все доверяем. Поэтому возьми этот кувшин Амриты и раздели эту Амриту между нами. Махини Бхагаван. Махини Бхагаван тут же кувшинчик к себе забрал, так прижал. Махини Бхагаван. И все эти демоны любые красоты махини махини Мурти, амрита говорил, ну давай давай разливай нектар нам. Амрита говорит, нет, подождите, не так быстро все будет. И Махини Бортия сказала демонам, вы что ж, шастру не читали совершенно, вы не знаете, что нельзя просто лекарства принимать когда угодно, надо выбрать благоприятный астрологический момент, хорошую Мухурту, потому что благие начинания не делают как попало, поэтому и вы должны провести очистительные ритуалы перед тем, как принять это лекарство, поэтому угомонитесь, нужно сейчас правильно подготовиться к этому процессу. Это же эликсир бессмертия, как вы его собираетесь просто так хлебнуть на полный желудок, вам надо попаститься сначала вычистить кишечник, омыться, подождем хорошая астрологическая Мухурта, и потом я вам раздам эту Амриту. Махини Бортия сказала, возможно, что у вас зашлакованные тела, вам клизмочку надо поставить сначала, какие-то таблеточки принять, порыгать немножко, а потом уже будете чистыми, а потом я вам уже дам некоторое бессмертие. То, как я вам покажу, что вы будете делать, так теперь я вам покажу, что вы будете делать приемлемо, и все, который может быть. Вы можете делать When ame, то, что вы будете делать приемлемо, они делают приемлемо. И в Твовете, это происходит приемлемо, И тогда они сидят в ночной ночи. И тогда Бог, это не то, что Бог говорит, что я буду исправить, не только для вас, но и для других женщин, и она исправит. Таким образом, без неудачи, они идут в ночной ночи, и они сидят в ночной ночи. А девоты, когда узнали, что какая-то прекрасная дама уже ходит с кувшинчиком Амрита, они забыли вообще про Нараяна, сказали, мы тоже сядем в этот же ряд с демонами, может нам дадут тоже Амрита. Если такая красавица сейчас там на раздаче работает нектара. Потому что если человек не сядет в первую ряду, то он не будет в первую ряду. И она думала, что кто-то один будет, а они по одному ряду будут, а они толпой по целой по десять кучками сели, там вряд ли что-то досталось. И она добавляет, что я пришел сюда, чтобы выставить эту тему, чтобы показать, как эти другие люди сидят здесь, и они имеют чандры на их голове, и они выглядят, как они выглядят, как они выглядят. Так что нет апретов. И люди ответили, что они тоже были угрозены. Но она не была угрозена. Они сказали, что это не волнуйся, красавица, это тоже наши братья. Она сказала, что братья, братья, но я хочу с вами уединиться, поэтому пусть эти братья отойдут в сторонку подальше. То есть очень хитро Кришна так вынудил девать, сесть в отдельный ряд. Сказать демонам, не буду я им с вами раздавать, пусть отойдут подальше и там сядут все. И мы не будем спрашивать другие демоны. Они сказали, что мы также сделали какие-то действия на тренировке океана. И потом Махини Морти спросила, а вот я слышала, эти ваши братья говорили, что они тоже пахтали молочный океан с вами и заслужили порцию этой амриты. Они претендуют на свою долю, это правда или они врут? И демоны не могли не сказать правду такой красавицы и сказали, да, действительно, они пахтали с нами. То есть Мухаммаган сказал, что это не право, чтобы искать их. То есть они тоже были в этом уровне. И даже тогда они видели это. И они знают, что свои братья есть братья очень много. И тогда Махини Морти сказал, знаете, что тогда справедливости ради надо с ними тоже делиться. Потому что мне не нравится ваше такое отношение, что вы со собственными братьями, которые работали с вами, не будете делиться. И, вероятно, в этом сладком нектаре есть какой-то, может, горечь какая-то, может, какие-то плохие последствия. Поэтому, я считаю, надо первым им раздать, чтобы убедиться, что там подвоха нет в этом нектаре. А если вы не согласны со мной, я вообще ухожу отсюда. Забирайте свой кувшинчик, я пошла. Так как на поверхности там только пена, давайте я им первым разолью, чтобы эта пена им досталась, вам достанется уже качественный нектар снизу. А если вы не согласны, то до свидания вообще. То есть она скажет так, дорогие, давайте я мантупену солью, а я с вами уже концентрат выпью потом пусть. И мы будем это делать в единённом месте. Пусть они вот эту пену сейчас выпьют, а я потом с вами куда-нибудь удалюсь, и там мы уже допьём вот этот качественный... Ну да, он немножко по-другому сказал, что там пенка, там что-то всплыло на поверхность нехорошая, давайте это им сольём, а потом мы пойдём, уйдём куда-нибудь, и там будем допивать уже эликсир. По правде говоря, демоны уже забыли вообще об этой Амрите. Мы сейчас было не до Амрите, они хотели уже быть с махиней борти, поэтому... ...по правде говоря, демоны уже забыли вообще об этой Амрите. Им сейчас было не до Амрите, они хотели уже быть с махиней борти, поэтому они уже... ...им главное было, чтобы она не обиделась, никуда не ушла, и как только она замолвила о возможности, что она потом пойдёт уединиться с ними всеми, где-нибудь там добивать эту Амриту, ...давай эту пену этим делам, давай скорее иди раздавай вот и пойдём уже с нами. И демоны, и демоны притворяясь такими чуткими и галантными, они сказали, мы понимаем, как ты себя чувствуешь, тебе неловко в присутствии в этой Амрите. Вот этих чужих, этих наших братьев, общаться с нами и достойным образом разливать этот никдар, так что давай действительно ты налейм первым, и мы все с тобой потом пойдём куда-нибудь. Ну и конечно вот такими трюками Махиней борти за рути... Она училась доверием этих демонов, они уже все безумно в нее влюблены были, полностью верили ей, думали, что она на их стороне, и тогда она пошла разливать Абрету деватам. И до последней капли Махини Мурти Багаван разлила эту Абрету в чашечки полубогов. Немного, когда он вышел в нём, когда он вышел, он подумал, что если мы не были, мы были не на первую очередь, в первую очередь мы не могли бы верить, что мы не смогли к этому ангаду, и мы не смогли отсюда из посуду. Поэтому они также перебежали в нектаре демонов. Один такой прозорливый, смекалистый демон подумал, все-таки, если там такая большая очередь, вот этот первый ряд полубогов, они получат нектар, вдруг нам не достанется. И поэтому он тихонько перебежал и сел между полубогами. И, проходя мимо этого ряда, Сван-хану демонов звали. И Махини-мурти разлила ему порцию нектара, когда она ушла мимо всех полубогов. Сурия и Чанды, Сан и Мун, both objected and said that he is not our race. Even then, Махини-мурти just used his wings and cut his mouth on the head. And in this day, that demon became two ground, two planet, And this demon, разрубленный напополам чакрой, превратился в грахи Раху и Кету. И вот так раздав до последней капли всю Амриту, Махини-мурти Магаван, вернулся к демонам. И поставил на землю этот пустой кувшенчик перед демонами. И демоны, будучи притворно заботливыми, сказали, «О, прекрасная Махини, ты такая изящная, такая хрупкая, ты, наверное, уже подустала, разливая вот этот нектар. Ты знаешь, мы никуда не торопимся. Ляг, отдохни. А потом, когда ты отдохнешь, тогда уже можешь раздать нектара нам». И Махини-мурти Магаван, immediately, with his hard core, and the picture, and that was trickling all over. Махини-мурти Магаван, left his hard, and became a... and sit right on the picture. With four arcs, she knucked it. И когда демоны это сказали, Махини-мурти, ногой пихнул этот пустой кувшин, он покатился по земле, Господь тут же изменил облик, преобразился, стал четырехрукой формой Нарайны, сел в огороду, и посмотрел на демонов. И все демоны залопили, ааа, это не Махини, это Мохан. И безумные демоны тогда, безумив от гнева, они похватали свое оружие, готовы броситься на полубогов снова. Ааа, девоты ответили, да не боимся мы вас, во-первых, Господь Нарайна на нашей стороне, во-вторых, мы уже все выпили Авриту, ну, мы вам не боимся. Но все же демоны не внимали логики никакой, и все равно они инициировали битву. Махини, Бангра, Продолжение следует... 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 Ты совмещаешь в себе все противоположности, ты их гармонизуешь в себе бьет и абьет, то есть и различие единства, все живет в тебе. Они являются в себе бьет и абьет. Они являются в себе бьет и абьет и абьет и абьет и абьет. И в мире дуальности и противоположности они полностью несовместимы. Тепло и холод, ночи и день. Но Господь совмещает в себе, приберяет все противоположности, гармонизует их полностью. Песня в себе бьет и абьет. Что если человек迷ить ситуацию, перев Vir俗, который сказал что-то и сам Это подобно тому, что опровергать собственные слова, то есть противоречить самому себе. Бед и обет, то есть единство и различия не могут сосуществовать, по идее, то есть противоположности. Это загадка. Обет means there the negative or negative or negative is not actually denied, but it is denied the partial refusal is there, not the full refusal. То есть это не полное отказ от чего-то или опровержение, а частичное. И если профессор физики и лисы, то я не знаю, что он не знает, что он не знает, что он не знает, что он не знает. Если профессор физики или химии на доске начнет писать какие-то формулы химические перед обывателями, обыватели ничего не понимают, то, конечно, он их тут же прозовет неучами. Но слово «неуч» не означает, что я полностью глупый и вообще ничего не знает ни о чем. Просто для этого химика или физика я агент, потому что у меня нет знаний в этой сфере, в этой науке. Это не значит, что я не знаю ничего о другом. То есть когда мне какой-то специалист говорит «ты не уч», он имеет в виду, что я не уч в сфере его образования, его направленности, специальности. Это не значит, что я не знаю ничего о другом. То есть по отношению к Господу, то, что Шива говорит «бед, обед», что тот обед. О которой мы говорим, отражает только вот этот бед, который относится к нам. То есть нет противоречия, как они могут ужиться в одном месте бед и обед. Если я говорю, что это не бумага, то я отвергаю только то, что это бумага, но тут не идет, я не отвергаю, что это ручка. Поэтому, когда мы говорим о браме, что у него нет качеств или недостатков, речь идет о человеческих качествах и недостатках смертных, что это в нем отсутствует. То есть в нем нет качеств материальных и нет дефектов, изъянов материальных, которые подвластны Джива из-за влияния майя. У него есть свои качества и свои характеристики. Но речь идет, беда, бед именно о том, что присущи другим, а не ему. Есть две категории украшений, вернее много. Есть кольцо, есть сережка, есть браслет. Они невзаимозаменяемые. Вы не можете себе браслет воткнуть в ухо и не можете свою сережку прикрепить себе на запястье. То есть в них разница, бед есть в категориях этих. Но так как и сережка и браслет сделаны из чистого золота, в этом у них полное совпадение по категории идет. Потому что они золотые, но применение у них совершенно разное. В том же свое наслажды, как об этом, как управление по категории летят. Второе. То есть на уровне упада на карана, ингредиенты, из которого они состоят, они одинаковы, потому что и сережка, и браслет сделаны из жиры. Но применение их совершенно разное, их роль, их функции, поэтому у них есть и бед, и абьет. И поэтому высшую истину и описывают как бед, абьет. Продолжение следует... Продолжение следует... И Господь Шива прославлял Господа Нарайного, как ты примеряешь в себе, гармонизируешь все противоположности, все противоречия, бед, абьет. Потому что так как Господь, он и ингредиентная причина, и не бита каран, но падан каран, он совмещает в себе все, но внешне оно все разное. Если сказать, что есть швабгавик, бед, абьет, то это уже будет упущением. Продолжение следует... 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 Это проявление его пограничной энергии, а материальные ингредиенты — это проявление его иллюзорной энергии, поэтому все изъяны, присущие этому миру и дживам, никакого отношения к самому Господу не имеют. Поэтому Махапрабху назвал нашу философию Ачинча-беда-беда-татва, то есть непостижимое единство и различие. И вот это как раз защищает полностью от самого Господа, от возможности того, что вот эти недостатки присущие дживии и материи бы относились и к нему. Махапрабху! И у меня, actually, Аджин Даба asked one thing. Why are you praying so much? It seems that this prayer is not of a shudha, faith. This prayer is seen to be a tagada, to be some inquiring. So, what do you say tagada? A person is just a reminder. Question and doubt. This is why, is it a reminder? You mean reminder or doubt? What do you mean? Reminder? Request? Reminder, reminder. Oh, Namaskar, Namaskar. Let's talk about Namaskar. And the Lord asked Shiva, what is going on? What is happening? What is it? What is it? It seems that your prayer is not a manifestation of faith or a kind of a reminder. Like when someone has to pay money, and you see them on the street and say, Namaskar, that you don't greet them, but remind yourself, don't forget to return them. But what do you want from me? Why do you pray for me? Namaskar is of full time. One is Namaskar, one is Namaskar, one is Shuddha, a very honor. And the other Namaskar is to just remind anything that you have permission that you are not truly that promise. That is all here. That is all here. That is all here. And then she should be saying, yes, you are right, this Namaskar was not of the Shuddha, not of Shuddha, very honor, but it was actually, it was a reminder. That is, Lord, I was told all the Vataar He would say, Yes Allah. So, my specially相vah is the Vataar. Господь, кроме вот этой махини-бурти, о которой все говорят сейчас. И мама сказала, что? И она сказала, что-то, 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 где ты был вверх, и ты просто двигался, смирил. Я не видел этого. И мама сказала, что-то, что-то, что-то. Ой, я забежала вперед. Мама сказала, что-то, 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 когда Шива сказал Господь, я видел все твои аватары, кроме одной. А Господь сказал, кроме какой одной? Он сказал, ну той, знаешь, где у тебя там вуаль была такая, ямки на щечках, там всякие ожерелья, такая походка. Я не понимаю, Шива, ты какой аватаре говоришь? О, Господь, молпой, которую я не видел. А, бахири, что ли? И Шри Нарай сказал, Шри Аджин Дхабхан сказал, что вы думаете, что вы делаете от этого аватар? Это аватар только в инвестии в отношениях в отношениях в отношениях в отношениях. Господь, с Аджин Дхабхан и в отношениях в отношениях в отношениях в отношениях в отношениях. И Господь сказал, что с какого ракурса тебя интересует эта аватара? Потому что эта аватара, которая усиливает вожделение во всех, а ты самый великий йог, Аскет, зачем тебе встречаться с этой аватарой? Это какой смысл тут? Ты поймешь, если ты увидишь эту аватару, ты испытаешь очень сильную страсть. И с эрогенцией Шиши said, I'm not good to advocate that I am a I have been one that come, come, И Шива очень так надменно, самоуверенно ответил, Господь, ты разве позабыл, что я победил Камадева Купидона. И Шиви, Кришна, Шива так, challenged me. Like, oh, if you are Камадева, then you should not run, you should not chase me. И Господь тогда бросил вызов Шиви и сказал, но если ты враг Камадева, то тебя лучше за мной не гоняться. И Шиви, she said, this is my кишур, I will not cross this to you. Так, так, если ты враг Камадева, то не смей ко мне приближаться. Шива говорит, да я даю слово отбил в землю свой трезубец, говорит, вот дальше этой границы я не сдвинусь отсюда. сам поставил себе границы вот этим трезубцем. И Господь тогда удалился и ровно через мгновение Шива увидел перед собой неописуемо красивую девушку. и тут же видит, что он уже в саду стоит, в очень красивом саду, он сказал жене, ты посмотри, какой очаровательный сад, давай прогуляемся по нему. И Парвади сказал, конечно, это очень красивый сад, но как мы можем идти? Потому что у нас есть трезубец, это трезубец. Вы не можете трезубец трезубец саду. И она продолжается сидеть там. Именно она должна саду, что Махини Мурти приходит и саду. И парвати напомнила Шиву про его обещание. Он саду с трезубцем, чтобы не двигаться с места. И через мгновение он увидел Махини Мурти выходит из зарослей каких-то кустарников, убирает перед собой лианы и выходит перед ним. Махини Мурти. И Шива просто сошел с ума, увидев эту красивую Махини Мурти. Набхан говорил хоризму то есть он постепенно накалял свою харизму вот так и начинаем с этого и сейчас я добавлю харизму и очарование. Махини Мурти взяла в руки мячик, стала его подкидывать высокой, ловить и порыв ветра сорвал с нее одежду. Си махини Мурти грань луки грань транспорт луки шива шива с шива и шива не сдержался он сорвался с места и понесся за Махини Мурти и пытался обнять ее притянуть к себе. Шива шива не сдержался с места где так много шива не сдержался шива не сдержался и шива мчался за ней и она дорожно бежала в том направлении где был огромный ашрам мудрецов йогов где медитировали и она пробежала сквозь их ряды пока не сидели в медитации в этом шива 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 бежит шива и все мудрецы и йоги смотрят на эту сценку и после выполнения шива мудрецы 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 название объяв которое Criticas мудрецы по своему пилле шива на лимке еще один урок что качество господа красота господа настолько величайший мистик повелитель всех йоги господил шива Никакая морская женщина, никакая богиня не могла бы привлечь интерес Шивы, потому что Шива сам испепелил Купидона, когда тот пытался его отвлечь. То есть только Господь с его транзинентными качествами, его транзинентной сварупой мог привлечь интерес Шивы. Но все равно поведение Шивы не считается Бхакти. Потому что, в факте, я не считаю Шивы на Бхакти. Но человек, который требует, человек, который требует, чтобы дать ему счастье. Но здесь Шивы не пытается, чтобы дать ему счастье для Шивы на Бхакти. Вот в этой ситуации влили в намерение Шивы, не входило доставить удовольствие Господу, услужить ему. То есть у него были свои личные мотивации, тут корыстные, тут нет никакого анукул для Кришны, ничего благоприятного. То есть Шива хотел усладить свои чувства, наслаждаясь Махини Мурти, поэтому это никак не может считаться Бхакти. Но все же Майя, которая повлияла его, ввела его в заблуждение, это не иллюзорная энергия Господа внешняя, а это сварупа Шакти. То есть это внутренняя энергия Господа, энергия его красоты, его привлекательности. Вот так помутило разум Шивы в этой лиле. И каком-то, когда друзья сидят эти идеи, shines концентрентое и прекрасно интересноеą средство ρ��чит Мурти — и я проживаю себя в первом месте Шива. И только когда Шива пришел в себя, он понял, какую ошибку он совершил, он осознал уже в очередной раз размах величия Господа, его силы, его харизмы, его красоты, что Шива когда понял, это же мой господин, и я должен ему служить. И вот тогда это уже умунастроение, это было в категории Бхакти. И когда спохватившись содеянным, Шива помолился Господу, тогда Господь уже пристал в своем изначальном мужском облике перед ним. И вот этой лилой было доказано, что Махини Мурти и Сваруга полностью трансцендентна, что Махини Мурти также Риша, мудрец, который преподносит такие важные уроки всему человечеству, и не только человечеству, а самому Господу Шиве, что могла и его чему-то научить. О важности целебата, сдержанности своих чувств, контроля страстей. И Господь пообещал Шиве, что с сегодняшнего дня моя иллюзорная энергия с сегодняшнего дня, она никак не сможет на тебя повлиять. Он также учил играть в Шиве и Шиве и Сваре. Он также играл из Шиве и Сваре. И вот и те, кто говорит, что в Шиве и Сваре, мы спрашиваем, что дшэп, и он, который говорит, что с каждым, мы не знали, что, но даже к нам не Automатогой, алекхируйте наши страйки, и Душ måтан, и Gilعи, мы считаем, Мы обеспечиваем наши лицензии к Мухине Нарвана, и Шри Кришна, Асада Абишев, whose beauty cannot be achieved by an Асада, by a wrong person. И Бог говорит, что мы молимся тому Кришне, что красота невидима для глаз недостойных. Его красоту можно осязать только благодаря Бхакти. Продолжение следует... И Господь, по своей милости, явил размах своей привлекательности, Махадеу, тем самым дав ему понять, насколько трансцендентны качества и красота Господа, что сами Атмарамы, полностью освобожденные личности, без всяких привязанностей, привлекаются качествами и красотой Господа, потому что они полностью трансцендентны. Мы все кланяемся Махини Мурти Бхагавану. Да. And what's the... What's the... What's the Ashervats? The foul of hearing Mahini Murti? What is the foul of the... What is the foul of hearing this Lina? Yes. Тот, кто услышит долилу, избавится от страстей и вожделения. И осознает трансменную красоту Господа. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok